что такое семейное здоровье и из каких факторов оно состоит узнаем прямо сейчас программе актуальное интервью сегодня у нас гостях заведующая отделение медицинской профилактики надежда пышнограева надежда сергеевна здравствуйте здравствуйте вы у нас частый гость студии но мы всегда рады вас видеть расскажите пожалуйста почему вот медики в последнее время все больше говорят не о конкретном здоровье там женщины мужчины детей вот именно семейном и даже общественном здоровье спасибо за то что приглашаете потому что темы здоровья для нас очень актуальны и наша задача и задача нашего центра медицинской профилактики как раз таки через средства массовой информации доносить важную нужную информацию мы сегодня все чаще говорим про общественное здоровье и даже в рамках национальных проектов национального проекта демография реализуется отдельный такой подпроект укрепление общественного здоровья почему потому что здоровье формируется в социуме это то место где мы учимся где мы живем где мы работаем это в том числе и семья и сохранение укрепления здоровья это одна из основных задач конкретно каждого человека родителей если это в отношении детей и поэтому здесь тоже нужно знать определенные правила секреты для того чтобы прожить как можно дольше качественно без болезней и быть счастливым семейное здоровье но все-таки из каких вот факторов складывается это наверняка не только ведь какие-то правильные образ жизни да но и духовная составляющая психологическая да ну вообще всемирная организация здравоохранения говорит что такое здоровье здоровье это социальное физическое психологическое благополучие человека а не только наличие или отсутствие болезни то есть и если мы в контексте семьи то это конечно и климат в семье то есть психологическая обстановка в семье влияет да то какой образ жизни мы ведем это и наследственность играет огромную роль какие привычки есть у родителей у детей то есть это вообще на самом деле огромный огромный мир вот если говорить с позиции генетики и передачи наследственности на то здесь огромную роль играет то какой образ жизни вели родители родители родителей и так далее и так далее то какие какое здоровье мы передаем но в том числе и какие болезни мы передаем Если говорить про... Ну, вообще, в сохранении здоровья 50-60% влияет образ жизни. Что такое образ жизни? Это какие-то действия в течение жизни, выполняемые, может быть, регулярно, может быть, не совсем регулярно, но которые влияют на наше здоровье. Сюда входит и гигиена, сюда входит и питание, и наличие физической активности, сюда входит и духовная, естественно, составляющая, развитие, социальная принадлежность, важность, нужность, ощущение важности и нужности нашему обществу. То есть очень-очень много составляющих. Физическая активность. Как у нас в ней состоят дела в Ниньском округе? Мне кажется, не совсем хорошо, да, Дмитрия Сергеевна? Есть у нас, конечно, те, кто любят очень активный образ жизни, но есть, которые... Ну, это не только у нас. Я не могу сказать, что в Ниньском автономном округе как-то дела плохо обстоят с этим. Напротив, я очень часто вижу людей, когда утром иду на работу, которые бегают, да, вот их же никто не заставляет, а они делают это сами. Физической ходьбой, да? Да, очень много пенсионеров, которые ходят с палочками. Я вижу на стадионах детей, которые занимаются различными видами активности, катаются на великах, на площади мороцит. То есть, в принципе, с этим дела у нас обстоят не так плохо, но опять же... Много с ожирением у нас есть. Да, рост, ожирение, это глобальная проблема и среди детей. Рост ожирения среди детей тоже наблюдается. И здесь, конечно, почему это происходит? Ну, во-первых, век другой. Гаджеты, компьютеры, то есть дети вынуждены сидеть... Общение только в телефоне, да? Да, дети вынуждены сидеть в школе, нелюбимые уроки физкультуры до сих пор, да? То есть хочется, чтобы как-то уроки были физкультурой вот любимыми, да? Не все спортсмены, к сожалению, могут нормативы выполнять. Потом пример родителей. Ведь физическая активность, это не только ведь спорт. Это любой вид активности. Это могут быть просто прогулки, это могут быть семейные походы в лес. А опять же, от чего это зависит? Это надо подняться родителям, организовать это всё и сделать эту вылазку в лес, куда-то в гости, да, в бассейн сходить, не знаю, в баню, ещё что-то. То есть придумать какие-то развлечения для семьи, которые бы вот именно были направлены на повышение физической активности. Ну, я бы хотела ещё сказать вот больше даже про питание. Потому что если мы затронули тему ожирения и образа жизни, то, мне кажется, питание надо вынести на первый план. Почему? Потому что вот мы сейчас смотрим статистику по взрослым, по заболеваемости, да, все вот эти сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные, онкологии и так далее, там тоже один из факторов – это питание. У детей статистика по диспансеризации показывает, что у них на первом месте заболевание глаз, опорный, двигательный и уже где-то там, по-моему, эндокринные идут. Понятно, что у детей не такие болезни, как у взрослых. Но начало-то формирования этих заболеваний откуда? Как только появился на свет и от того, какой ты образ жизни ведёшь, так вот и начинают, в общем-то, появляться предпосылки для возникновения этого заболевания. И здесь огромную роль играет питание. В чём проблема в семьях заключается? Ну, во-первых, до сих пор, наверное, в советских времён ведётся такая вот привычка заставлять детей доедать. Вот не хочет ребёнок, а родители его, вот ты должен съесть суп, должен съесть второе. Это неправильная политика. Не надо заставлять детей. Ребёнок съест столько, сколько ему положено. Если он проголодается, он подойдёт, скажет, да. Это вот один аспект. Второй аспект – то, что дети, например, целый день не кушают в школе. Это тоже плохо, это приводит к перееданию как раз-таки или к приёму пищи плохой. Это сладкий, фастфуд, вот такая быстрая, доступная еда. Поэтому, конечно, здесь нужно позаботиться, чтобы правильная еда была в школе. Хотя бы, ну там, я не знаю, обед в школе раз должен быть горячая пища. Конечно, многое зависит от мамы. Мама вообще готовят в семье, и они, по сути, формируют рацион и папы, и свой, и так далее. И здесь тоже нужно знать и уметь секреты приготовления пищи, правильной здоровой пищи. То есть минимальное использование соли и сахара, жиров, маргаринов. Лучше готовить пищу в духовке, запекать в фольге, искать какие-то новые интересные совместные рецепты, чтобы было вкусно и полезно детям. Привлекать к процессу приготовления пищи детей. Почему? Потому что когда они выходят во взрослую жизнь, они тоже должны владеть набором тех знаний, как приготовить правильную здоровую пищу. Бывают семьи, которые, например, вместо того, чтобы готовить ужин, заказывают пиццу, роллы или ещё какие-то продукты нездоровья. Вот я это, конечно, категорически не рекомендую делать, потому что это действительно пища жирная, а тем более на ночь нездоровая. Вот это всё в совокупе влияет. У вас был интересный проект, как раз направленный на похудение, худеем вместе. Какие результаты можно узнать у ваших подопечных, так скажем? Ну, результаты у нас разные. Есть и хорошие результаты. А сколько длился проект? Ну, можно сказать, что он до сих пор длится, потому что не так много людей приняло в нём участие. То есть получается, это 6 человек. 6 человек, причём это две как бы разные группы в разные периоды. Был хороший результат у одной женщины где-то 10 и более килограмм. Но, значит, проект начался у нас, по-моему, где-то в феврале месяце, да? То есть, но она потихонечку вернулась... А с чем связано? Опять начала так же неправильно питаться? Да. То есть она внедрила те изменения, о которых мы говорили. И начало всё хорошо получаться. Но сейчас она вернулась на тот же режим питания, что и был раньше. То есть, ну, опять же, я хочу сказать, отрицательный результат, это тоже результат, потому что вот когда мы сейчас с ней разговариваем, она уже понимает, что да, если я что-то не изменю, ничего и не изменится. У нас, к сожалению, до сих пор люди привыкли думать, ай, да ладно, там, подумаешь, я сегодня пиццу съел, завтра я там то-то, подумаешь, сегодня у меня такое есть. Сегодня я надеемся, завтра я поголодаю. Да. А потом мне выпишут какую-нибудь волшебную таблетку, я её проглочу и вмиг стану худым. Нет, не бывает чудес на свете, всё достигается. Мы уже толстеем длительный период, соответственно, и чтобы похудеть, нужно длительно и поработать над собой, прежде всего над волей. Вот. Хотя есть участники, которые достигли той цели, которую мы ставили. У некоторых мы ставили 5% от исходного, у некоторых мы ставили 10% от исходного. То есть процентов 30 результат есть. Ну, это тоже, я считаю, результат, и результат есть и по мне, потому что я одна из участников этого проекта. Мы видим, да. Ну, сколько вам удалось похудеть? Мне удалось похудеть на 10 килограмм, вот. И да, я чрезвычайно рада и довольна этому результату, потому что длительный период я не могла преодолеть определённую отметку ниже 80 килограмм. Это, наверное, буквально десятки, 10 лет, наверное, я не могла эту отметку преодолеть. И благодаря вот этому проекту я ещё прошла обучение специальное. В общем-то, я смогла это сделать, и эти знания, естественно, я использую в своей работе. Здесь, и вот что я могу сказать, здесь мотивация. Любое наше действие, что бы мы ни делали, это всё обусловлено нашей мотивацией, желанием достичь чего-то либо, да. И поэтому вот если мы хотим похудеть, мы должны хотеть это так, вот как в туалет захотеть. Там мы преодолеем любые преграды. Так же и тут. А как там не сломаться? Это же столько соблазна. Чтобы не сломаться, изменения должны быть не кардинальными и не резкими. Никто не говорит, что сегодня ты жил и питался вот так, а завтра ты... При одной мысли уже становится плохо. Да, вдруг одна тарелка тебе в надень, и всё. Нет, конечно. Мы к изменениям подходим очень медленно и постепенно, и в своей работе я использую тот рацион питания, который есть у человека. То есть сначала он пишет, что он ест. Я смотрю, и исходя... То есть то, к чему привык человек. Наша задача заменить. Не убрать всё, а заменить. Заменить так, чтобы это нравилось человеку. Мы же от еды тоже получаем удовольствие на самом деле. Поэтому нужно находить то, что здоровое, то, что будет нравиться. Вот на наших полках, мне кажется, так трудно найти вот это здоровое. Можно найти. Вот я вас уверяю, вот это всё мифы и отговорки людей, которые... Вот они мне часто говорят, ну нет, ну всё, вот сегодня мне одна, говорит, женщина, ну, Надежда Сергеевна, я вот давайте с понедельника. Это не должно быть с понедельника, это должно быть сейчас и здесь. Вот. Но самое-то главное, что если взрослые так питаются, чего мы хотим от детей? И, соответственно, дети такие растут. Вот сегодня был один, так скажем, пациент, который говорит, а я с детства такой. Родители были стройными, а я вот с детства вот такой. Да, когда мы начинаем разбираться, чем кормили в детстве. То есть многие родители в чрезмерной заботе о ребёнке, да, начинают его закармливать. И эта ситуация и сейчас сохраняется. Многие родители, которые особенно понимают, что не додают чего-то ребёнку, не додают времени, да, век такой вот, они начинают это компенсировать какими-то вкусняшками, лимонадами, шоколадками, наличием свободных денег, потому что это тоже проблема. И тем самым ребёнок вовлекается во всё это, привыкает к этой нездоровой пище, и затем он это перенесёт уже в свою семью, то есть на внуков этих родителей. И так оно вот, и потом это очень сложно, если он в течение жизни, конечно, придёт к мысли о том, что ой, нет, всё, стоп, надо прекратить, надо как-то из этого круга вырваться, а это тяжелее всего. Поэтому лучше сейчас начать это формировать. Но бывает другая ситуация, когда, наоборот, родители, например, заботятся, начинают худеть, а вот не думают о здоровье, например, ребёнка, начинают, наоборот, уменьшать количество пищи, или, наоборот, дефицит питания. Или у подростков бывает очень часто происходит психологические сдвиги, и они, особенно девочки, там перестают есть, и анорексия возникает. Тут, конечно, очень тонкая грань, поэтому, опять же, с маленького возраста всё должно, питание должно быть рациональное, регулярное, приучать кушать в одно и то же время. И потом у этого ребёнка, как по часам, у него будет выделяться все ферменты, желудочный сок, аппетит просыпаться, то, когда надо это сделать, да, соответственно, и пища лучше будет перерабатываться, и использовать правильные здоровые продукты. И при этом ещё и двигаться, да? Ну, не обязательно же это идти в тренажёрный зал, и там часами, да, про работу, это можно и походить. Сколько примерно нужно ходить человеку в день? Ну, вот есть такая статистика, что вот 10 тысяч шагов. Хотя тоже разные источники по-разному трактуют это всё. Я хочу сказать так, что норматив может быть разный. Это зависит от возраста, от состояния здоровья. Если у человека, например, больной сустав, или у него там пятка болит, мы не можем его заставить 10 тысяч шагов сделать, да? Поэтому это всё индивидуально. Самое главное, чтобы эта физическая активность была. И действительно, самый бесплатный и дешёвый способ – это ходьба. И благо улицы у нас есть, тротуары у нас есть, ходить у нас есть куда. И уж где, как ни в Нарьенмаре, можно передвигаться с работы домой и так далее. То есть не такие большие расстояния, как, например, в Москве в той же, да, что там, например, если на другом конце города. Но даже если и на работе, вот сидячая работа, лестница есть у всех. Делаем перерывы в течение рабочего дня, делаем разминочку, спустились, поднялись по лестнице. Это уже физическая активность, да? Ну а если вы хотите подкачать определённые группы мышц, сделать красивый рельеф своего тела, то это, конечно, тогда уже прямая дорога в тренажёрный зал к специалисту, чтобы, опять же, без вреда к здоровью сделать своё тело красивым. Ну, то есть очень сложно. Ну, это всё достижимо. Достижимо, да. Это всё достижимо. Опять же, была бы мотивация. Мотивация, мне кажется, это понимание того, что самый бесценный ресурс, который дан нам от природы, это наше здоровье. Ведь вот я сказала определение ВОЗ, да, это социальное, духовное, психологическое благополучие. Я теперь, когда хожу в школу и рассказываю на уроках детям вообще про здоровье и так далее, им же не просто ты не придёшь и скажешь, что такое здоровье, это некое абстрактное. Я привязываю это к благополучию. Благо получать. У нас, к сожалению, теперь потребительское общество. Надо учитывать, что важно в определённом возрасте. Если, например, в 14-15 лет важно иметь крутой телефон или важно быть красивым, чтобы у тебя не было прыщиков на лице, то я привязываю понятие здоровья к этому. Потому что если ты пьёшь лимонад и закусываешь его пирожными, у тебя будет кожа некрасивая, будут прыщи, угри, да, масса тела будет. То есть подросткам и детям нужно это объяснять. Потом, если мы говорим про здоровье, если у тебя нет здоровья, ты не сможешь быть финансово благополучен и успешен. Есть, конечно, уникальные случаи, когда Ник Вучич, да, вот он сейчас такой мотиватор многих людей с ограниченными возможностями, да, но таких людей очень мало. И, конечно, когда ты вынужден ходить по больницам и куда-то ездить, это... Вот, поэтому я вот стараюсь подросткам объяснить, что если вы хотите сделать карьеру, то уже и не модно, и не популярно ни пить, ни курить. Ты должен быть здоровым, ты должен вести здоровый образ жизни, чтобы быть успешным, активным. Это же влияет и на твоё развитие, и потом на твоё благосостояние и так далее. И работодатели, принимая на работу, тоже анкету смотрят, да? Вот это вот правильно. Есть ли вредные привычки или нет? Да, да. Сейчас многие работодатели обращают на это внимание, и это правильно, потому что курильщик в течение рабочего дня затрачивает массу времени на не ту работу, которую нужно. И сейчас, кстати, вот мы возвращаемся к вопросу об общественном здоровье. Поднимается вопрос именно здоровья на рабочем месте, привлечения к этому процессу работодателей, формирования корпоративных программ укрепления здоровья. Вот это новое, то, что будет внедряться уже, наверное, я думаю, с этого года. И вот прокуратура Ниньского автономного округа уже первая сказала, что мы хотим внедрить корпоративную программу по укреплению. А что, например, туда будет входить? Посещение бассейна? Всё, что угодно. Здесь нужно совместно с работодателем, учитывая возможности работодателя, профсоюзов и так далее. То есть это не центр медпрофилактики должен прийти и написать эту программу. Мы можем помочь. То есть это будет обязательный, да, или нет? Или рекомендательный характер? Ну вот пока это как рекомендательный, и уже многие крупные предприятия представляли свой опыт. Это, например, «Северсталь», это, например, «РЖД», «Джонсон» и там разные другие компании, у них прямо целые отделы и политика по сохранению здоровья. То есть они привлекают профсоюзы. Я знаю, что некоторые даже и учреждения уже государственные к этому процессу. Я и на территории Нинецкого автономного округа мы тоже начнём взаимодействие с работодателем, но, конечно, надо, чтобы было желание работодателей. Здесь, может быть, и бассейны. Здесь, я думаю, что надо пойти сначала с оценки здоровья. Это работа центра здоровья. То есть мы обследуем, выявляем факторы риска, смотрим, чего у нас много, чего у нас мало. Отсюда уже с работодателем обсуждаем, какие меры нужно внедрить. Если это на двигательную активность, мы должны предложить людям, где они могут позаниматься. А если это консультативная помощь, это мы тоже обсудим. То есть меры могут быть разными. Это даже может быть мотивация сотрудника за какую-то премиальную выплату. Кстати, такие случаи есть, когда сотрудник в течение года отказывается от курения, то он, во-первых, ему выдаются... Да, вот предприятие показывало такой опыт. Значит, сотрудник решает отказаться от курения, ему выдаётся некая определённая денежная сумма на то, чтобы он отказался от курения, и ему сроки устанавливаются. Он в 6 месяцев. Если за 6 месяцев он отказался, ему выплачивается ещё премия, и всё, он как бы не курит. Если он не отказался за 6 месяцев, то он должен вернуть эти деньги, но уже в большем, так скажем, объёме. Мне кажется, они хорящие тоже закурят к вопросу повышения мотивации. Ну да, у нас вот тоже, я тоже, кстати, об этом думала, что нам надо больше мотивировать людей, которые ведут здоровый образ жизни, потому что действительно проблема пойти в тренажёрку, когда у тебя определённый режим работы, да, или... Ну сейчас, слава богу, вот на диспансеризацию. Вроде уже законодательно утвердили, что день должны давать, значит, чтобы пройти диспансеризацию. Кстати, изменились сейчас условия, да, диспансеризации. И люди после 40 лет будут как раз в год проходить. Да, с этого года новый приказ по диспансеризации. Вообще каждый может пройти профилактический медицинский осмотр. Теперь профилактический медицинский осмотр стал составляющей диспансеризации. То есть ты когда вот приходишь в поликлинику, неважно, сколько тебе лет, ты можешь сразу пройти вот в этот кабинет профилактики, хоть и в Заполярной поликлинике, хоть в нашей Ненецкой окружной больнице, прийти и сказать, я хочу пройти медосмотр, там смотрят ваш возраст и проводят профилактический медицинский осмотр, а потом смотрят по диспансеризации. Старше 40 тоже каждый год можно проходить. Усилили скрининговую составляющую по онкологии, там прямо идет отдельный блок. Это хорошо, раньше там какой-то минимальный был анализ. Да, теперь вот усилили, ввели, по-моему, в 40 или в 45 лет, сейчас вот не помню, фиброгастродуаденоскопию ввели, ну вот анализ крови калона, скрытую кровь. Ну там много всяких составляющих, вплоть до осмотра, чтобы и врачей всех настраивают, чтобы вот прямо онконастороженность была у всех. Ну и задачи диспансеризации, профосмотра, это, конечно, онкология, сердечно-сосудистые, эндокрины. Но не все опять заболевания можно, да, там выявить, иначе это надо вообще всё полностью, но заподозрить можно. Давайте вернёмся к нашей теме семейное здоровье. О вредных привычках хотела поговорить. Вот как важно всё-таки на своём примере воспитывать детей, потому что вот бывает, да, случай, папа налил водочки, стакан, и сказал, только ты, сына, смотри, как папа это не делает, да? Ну это у нас такие методы русского воспитания, к сожалению. Да, вот это очень серьёзная, важная тема. И действительно, особенно наши русские застолья. Так принято, что этот день рождения, там, не знаю, любой какой-то праздник сопровождается накрытым столом, и обязательно это с алкогольными напитками. Вот это тоже уже как бы не модно, не популярно, да, надо уже отходить от этой меры. Хотя мы понимаем, что мы все русские люди, и, наверное, этого не избежать. Вредные привычки действительно тоже формируются в семье, но не только. Нельзя сказать, что у пьющих родителей могут быть пьющие дети. Риск выше, но это не всегда так. Или у курящих будут курящие дети. Да, это не всегда так. Поэтому здесь, опять же, важная нужна работа в семье. Всё равно ребёнок рано или поздно столкнётся с проблемой потребления алкоголя и потребления табака, как минимум. В обществе он с этим однозначно столкнётся. И поэтому, пока он растёт и пока он маленький, мы должны провести тоже определённую работу. Не мы, а родители, наверное, прежде всего, и школа, и медицина, все совместно. Во-первых, мы должны формировать у ребёнка негативное отношение к алкоголю и табаку. Не назидательно, не как-то. То есть если вдруг вот папа в семье там злоупотребил алкоголем, и ребёнок видит нетрезвого родителя, да, ну, как минимум, мама должна ему объяснить, что вот это чревато, что это плохо, что это вот как влияет это на мозг. Ну, как-то объяснять этому ребёнку. Не пытаться замолчать и скрыть, а бы ребёнок это не увидел. А нужно разговаривать и объяснять, что это проблема. Или проблема табака, да. Многие подростки видят, как мама, папа курят, и потом считают, что, ну, чё ж, мои родители курят. Кстати, у нас была такая одна девочка, она говорит, ну, у меня мама и папа курят, но они у меня ничем и не болеют, там, чтобы как-то увязать, да, с чем-то мы когда разговариваем. Поэтому я не верю в то, что там табак может как-то вот влиять. Поэтому, видите, не всегда бывает достаточно одного вот моего мнения. Мне кажется, вот конкретно этой девочке не хватает беседы именно той мамы, которая курит, и которая бы могла своему ребёнку объяснить, что это болезнь серьёзная, и что я хотела бы сейчас бросить, но вот я не могу. У меня там начинается сразу синдром отмены, да, вот ломка, мне плохо, я не могу работать, и всё, что это серьёзная зависимость, и это болезнь. И вот в семье, конечно, надо детям это объяснять, говорить, ну, а, конечно, лучше не показывать личным примером. Но мы же понимаем, семьи бывают разные, с разным уровнем, и достатка, и образование, и так далее. И это тоже влияет на то, как вот формируются зависимости у ребёнка. Но, тем не менее, искрыть всё невозможно от ребёнка. Поэтому здесь нужно говорить, объяснять, доказывать, показывать, иногда находить интересную информацию в сети интернет и так далее. Вот я со своим ребёнком так, что-нибудь найду интересную ему ссылку, раз в ВКонтакте, он там посмотрит этот ролик, теперь обратная ситуация. Теперь он находит какие-то профилактические ролики, и он уже мне отправляет, что вот посмотри, то есть я понимаю, что он эту информацию смотрит. А тут я говорю, о, большое спасибо, я буду использовать это в своей работе. Психологический климат в семье тоже очень важен. Если там за границей в Европе есть там и семейные психологи, у нас, к сожалению, такого нет. Да, вот что делать, если какие-то конфликты в семье, куда обратиться? Да, этого, конечно, тоже не хватает, и психологический климат очень влияет на здоровье семьи, и здоровые взаимоотношения, правильные взаимоотношения, они только будут содействовать укреплению здоровья. Но мы, я думаю, что идём к тому, что у нас будет развиваться институт психотерапевтов, и в принципе они уже есть, и у нас в округе тоже есть психологи, есть психологопедагогический центр, есть психологи в детской консультации, есть в наркологическом подразделении, то есть в принципе консультацию психолога это как минимум можно получить. Что делать, если не здоровый климат? Ну, во-первых, надо понять самим взрослым, а с чем это связано, да? Очень часто бывает причина, когда мы не оставляем работу на работе, а приносим её домой. То есть какие-то рабочие проблемы, недовольство начальства, конфликты, склоки мы порой переносим в семью. Вот этого делать нельзя. Надо раз и навсегда поставить табу. Работа – это вот только на работе. Семья – это другое. То есть отключаться от работы. Хотя это очень сложно, но это надо делать. Потому что мы и так-то уделяем мало внимания на самом деле сейчас детям, потому что работа целый день, приходишь, пока готовишь, поели, уже вроде как-то начнёшь домашние дела сделать, и уже и спать надо уже. Почему-то наши предки были стрессоустойчивее. Вот я даже сравниваю, что им только не пришлось пережить и как-то… Потому что не такой быстрый век. Не было мобильной связи. То есть люди были не так доступны. Если у кого-то, я помню, стоял телефон, ну я росла в деревне, то это было два человека, у которых стоял этот телефон в деревне. Чтобы позвонить, надо было пойти куда-то. То есть не было такой доступности. Потом требования, всё более возрастающие требования, требования и на работе, и в школе к детям требования возрастают, и с экзаменами. И мы всё время в компьютере, это тоже немаловажно. Да. Надо понимать, что они там, кстати, смотрят. Вот это тоже очень большой вопрос к интернет-безопасности, потому что мы все смотрим телевизоры, суицидальные попытки, настроения и так далее. Вот я говорила, здоровье формируется в семье, общественное здоровье, да? Оно же не только в семье. Потом-то ребёнок попадает в какую-то социальную группу, с которой он общается. Очень важно, пока мы ещё можем, посмотреть, а кто друзья. В какой группе общается ребёнок. И здесь тоже нужно быть начеку, потому что как только ему исполнится 15-16 лет или 17, мы уже не сможем влиять. Мы уже будем не авторитетом. Даже он нам не расскажет. И мы даже не сможем с вами узнать. Он нам в первом классе ещё расскажет, в средней школе вот расскажет, да? Поэтому это вот мы должны узнавать, интересоваться жизнью детей. Вот. Ну а конфликты в семье, конечно, нужно всё-таки решать, не замалчивать. Если проблема такая есть, то и если она не решается самостоятельными путями, то тогда искать решение у специалистов. И я думаю, что это сейчас доступно, и это возможно. Пусть, допустим, не здесь все ездят отдыхать и так далее. Надежда Сергеевна, скоро лето, не все, к сожалению, смогут выехать на юг по тем или иным причинам. Вот какие вы рекомендации можете дать тем людям, которые здесь остаются, и можно ли в таких наших тяжёлых северных условиях отдохнуть полноценно? Да я думаю, отдохнуть можно везде и всюду. Опять же, всё зависит от нашей организации. Если нет возможности выехать, используйте всё, что имеем мы здесь на севере, в том числе наш климат, наши реки, наш воздух, солнце. У нас это тоже всё есть, у нас проводится масса культурных мероприятий. То есть надо, чтобы эти мероприятия были семейными. Не просто одного ребёнка куда-то отправил. У нас так ребёнок целый день в школе один. А именно семейные выходы. То есть если мы в отпуске, мы можем себе это позволить. То есть выходы на природу, на речку, к друзьям, какое-то хобби-увлечение. Кстати, присмотреться к своему ребёнку, а что хочет он. Я, например, моему уже 14-15 лет, и в процессе его деятельности он уже массу интересов сменил. То есть каждый раз что-то подкидываешь, и чем он интересуется, нужно это поддержать. Нужно это поддержать, помочь развить. А дальше вы увидите, пойдёт, не пойдёт. Вот это дело. То есть это время возможности провести совместно время с пользой друг для друга. Потом, летом у нас тоже есть солнце, есть реки, то есть есть лес замечательный. Будем надеяться, что у нас погода будет тёплая. Нам повезёт. Да, но если всё-таки холодно и дождь проливной, я так, например, люблю погоду, когда дождь. Но у природы нет плохой погоды, и поэтому надо наслаждаться. Самое главное двигаться. Не лежать на диване у телевизора и у гаджета. Вот здесь точно не получится никакого отпуска. Отпуск пройдёт бесполезно, и вы вернётесь на работу совсем не отдохнувшими. Устраивайте у себя дома какие-то, не знаю, кулинарные шоу, какие-то приглашайте друзей, масса настольных игр, встречайтесь с друзьями, придумывайте что-то. Всё ведь на самом деле зависит от нас. Но иногда надо, конечно, и полежать, и отдохнуть, и посмотреть хорошее, положительное кино, и получить положительный эмоциональный заряд. Это тоже очень важно. Надежда Сергеевна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Очень много полезной информации от вас подчеркнуло. Приходите ещё, будем рады. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была заведующая Центром медицинской профилактики Надежда Пышнограева. Говорили мы о семейном и общественном здоровье. Будьте здоровы, до новых встреч!